Итак, с подарками мы с вами уже этим утром определились, определились и с прогулкой. Но я думаю, что после прогулки и вот таких вот эмоций самое время, наверное, подсказать нашим запорожцам, где можно весело провести время. Рады приветствовать директора Паттибар. У нас в гостях в утренней студии, как ни странно, потому что обычно мы в Паттибар попадаем в немного другое время. Леся Штанберг у нас сегодня в гостях. Доброе утро тебе. Доброе утро. Паттибар далі сьогодні. Хоча і рання година завітав до нашої студії. До речі, саме за вечерю у цьому закладі вчора боролася та сама пара, яка протрималася в поцілунках і на руках одного одного цілих півтори години. Ну, а то, власне, що цікавого цей заклад може запропонувати усім своїм відвідувачам, дізнаємося просто зараз. Отже, Леся, по-перше, доброго ранку, а по-друге, що цікавого є у вашому закладі? Чим ваш заклад такий особливий? Ну, ми просто особенні. І отмечати День Святого Валентина ми будемо два дня. У нас буде программа під названням «Романтический уікенд. Счастливі в місті». І тому в субботу у нас буде ніч провокаций і соблазна. Ми будемо провоцірувати наших гостей. Встрічатися раніше всіх, с 13 до 14. Да, ну, че ж тебе в удовольствии отказывать. Ми будемо провоцірувати наших гостей, і в тому числі на поцелуи. Соблазнять будем і коктейлями, і вкусної їді, і інтересним перфомансом. А вже в суботу, то есть, це с ночи субботы на воскресенье. А в воскресенье ми не будемо оригинальними, у нас буде свадьба на один день. С подарками, с кольцами, с росписью, со свадебной аркой. То есть, ну, ну, что, ну, хороший праздник. Почему ж не праздновать два дня? Я думаю, что всем тем, кто вчера как раз принимал участие во флешмобе на самый длинный поцелуй, интересует вопрос. Все-таки уже ребята успели воспользоваться приглашением вашего бара, уже побывали у вас в гостях, либо пока что оттянули это на 14 февраля? Ну, я думаю, что, наверное, оттянули, потому что мы с ними пока не знакомы. Но с большим удовольствием мы накормим, напоем этих героических людей. Полтора часа. Полтора часа, полтора часа, ну, просто вот. А скажите честно, у вас есть свой личный рекорд самого длинного поцелуя? Честно говоря, рекорда длинного поцелуя у меня нет, но у меня есть личный рекорд. Я 13 часов подряд пела. А, вот так вот. 13 годин поспіль? Да. Без перервы абсолютно? Не, ну, попить. А. А это, до речи, очевидно, в вашем уж караоке-баре? Нет, это было еще до караоке-бара. Это, скажем так, очень часто бизнесы вырастают из собственных увлечений. Поэтому я люблю петь. Так вот и получилось как раз из пати-барда Ли, так возникла идея караоке. Если говорить о песнях любви, что чаще всего поют ваши посетители, если какая-то именно песня о любви у вас самая любимая? Моя самая любимая песня о любви. Ну, вы знаете, наверное, все-таки это Битлз. То есть это классика жанра. Ольга Медезлав. Конечно, конечно. Я, до речи, очень люблю эту песню. А мы уже заговорили про то, что ту пару, которая вчера у нас перемогла, будем у пати-бар далее годувати. А что есть такими фирмовыми вашими стравами? Чем вы пишетесь особо в вашей кухне? Ну, я просто горжусь своим заведением. Я его очень люблю. Но, вы знаете, кроме кухни у нас еще много таких вот нюансов. Только у нас вечеринки тематические с полным погружением. Когда вы приходите, и вы не знаете, как будет выглядеть зал. Вы все любите это, а не только День святого Валентина. Мы просто пати-бар. Это бар-праздник. И поэтому Дали, если перефразировать Хемингуэ, это праздник, который всегда с тобой. И ты точно знаешь, где он находится. И это и коктейли, которые будут тематические. Это и подача блюд, которые будут тоже тематические. И наши гости, которые посетят нас в эти выходные, они будут очень удивлены многими вещами. Мы будем дарить подарки. Мы будем что-то разыгрывать. Мы будем на какие-то такие театральные штуки наших гостей подвигать. Потому что у нас тоже будут целоваться. Но это будет конкурс на самый страстный поцелуй, на самый театральный поцелуй. То есть вот такой вот, чтобы было красиво, интересно. Ну, чтобы люди это запомнили. Конечно, мы тоже дарим и ужины, и какие-то сладкие подарки. И горячительные подарки. Ну, все-таки ночное заведение. Вот давайте здесь как раз сделаем паузу, потому что раскроем все карты. Тем более самое время. Все наши телезрители ожидают прогноз на этот день от звезд. Гороскоп продолжит наш эфир. Ну, а после как раз гороскопа расскажем, чего же нового в ближайшее время ожидать от пати Бордали. Итак, для всех тех, кто к нам присоединился этим утром. Ну, во-первых, доброе утро. И спешу сообщить, что мы ведем приятную беседу. Нестандартное для нашей гости время. Потому что она привыкла только с рассветом засыпать. Ну, а мы с рассветом просыпаться. Леся Штаймер, директор. Пати Бордали у нас в гостях. Ну, общаемся на тему, кстати, раз уж завели там о песнях. О том, что происходит у вас. У вас есть свой личный рекорд по пению. Если говорить о караоке, в принципе, для некоторых караоке становится не просто увлечением, а кто-то задумается всерьез о пении. Вот таких людей, как постоянных клиентов, вы поддерживаете. И я, насколько слышал, проводите даже различные песенные конкурсы. Да, да. У нас домашняя атмосфера, и очень многие наши гости становятся нашими друзьями. И это очень приятно. И лично мне приятно, что просто люди, которые приходят петь, они поют так, что некоторым звездам и не снилось на самом деле. Даже лучше, чем оригинал. Да, правда. Да. И вот в эти выходные я с радостью и с гордостью представлю наших местных исполнителей, молодых, которых мы нашли, вот такие бриллиантики, которые мы нашли. Это певица Малика. Вот честно поет лучше лободы. Правда, правда. Вот рекомендую. Настолько вот есть... Ну а сразу вопрос, а выглядит лучше лободы так? Выглядит она так, она выглядит по-другому. Куринский, естественно. Но эпатажнее. Вот так. Эпатажнее. Даже эпатажнее. И прямо в воскресенье 14 февраля тоже прелестная девушка Оксана Высочин. Это финалист битвы голосов 5, которая вот в нашей битве голосов допелась до двух билетов на Скорпионс, которые мы ей подарили. Да, мы люди нежадные. Мы не только ужины дарим, мы еще и билеты дарим, и путевки в Европу совместно с турфирмой Августин. Ну так получилось. То есть мы очень любим дарить подарки. Ну вот, кстати, докатилась с Азии мода на короке и к нам постепенно уже, по-моему... Господи, спасибо. Да. Вот, по-моему, как раз пение – это то, чем обычно себя запорожцы развлекают в выходные. Как вы дальше смотрите в будущей короке? Насколько действительно в ближайшее время это развлечение будет для запорожцев любимым? Ну, вы знаете, наверное, на данный момент это действительно самое востребованное развлечение, потому что люди поют, люди же под это танцуют. И так интереснее проводить время, да? Интереснее. И правда, вот иногда приходит мальчик, вы знаете, такой вот с дредами, такой какой-то в каких-то штаниках, и потом выходит на сцену и поет очень чисто и красиво памяти Карруза. Ну так. Вот, да. Финалист нашей битвы голосов – молодой человек, который просто вот менеджер, он пел арию Иисуса Христа. Нет, шанс. Да. То есть первый исполнитель – это Ян Дилан. То есть там это очень тяжелое вокальное произведение, потому что украинцы – поющая нация. И в нашем городе есть такие таланты, что я бы очень хотела увидеть их на большой сцене, потому что по некоторым она просто плачет. Не переконана, что Патти Барда Лид очень хочет уже на этих выходных бачить у себя гостей, закоханые пары, где вы запросим еще раз. Усех около 3 часов в начале и когда все закончится. Начинаем мы в 9 часов вечера, а закончим мы в 5 часов утра. Вот так вот. Да. С рассветом. У нас будет 2 ночи любви. Марафон. Марафон, да. Да. То есть мы решили вас переплюнуть. Такое полтора часа. Вот 2 ночи – это да. Поэтому будут и танцы, будут и песни, будут и подарки, будет веселье. Будет специальное мороженое во фритюре, которое подают только в нашем городе. Это наш эксклюзивный рецепт. Поэтому я приглашаю всех и запорожцев, и гостей, и наших постоянных клиентов, и будущих к нам на выходные провести эти ночи любви с нами. Будем петь, будем гулять, будем веселиться. И у нас есть вот такой маленький наш слоган – не ждите чудес, чудите сами. А лучше все-таки с нами. Ждем вас. Леся Штайнберг, Патти Барда Ли уже на этих выходных. Это будет для вас идеальное увидение. А что стало удаленным побачением для наших кореспондентів – дізнайтеся с наступного сюжета.